Мяу-мяу-мяу! Уважаемые друзья, зовут меня Кошка, или же Александр, и мы с вами продолжаем следить за жизнью маленькой кошечки Доун в игре под названием Копикэт. Ну а если вам понравится, друзья, этот видос, или вы захотите поддержать кошку, вы можете это сделать с помощью лайков. А мы пока попытаемся найти где-нибудь еды. Потому что кушать очень хочется. А где? Непонятно. Раньше меня дома кормила бабуля. Ну, ооо, еда! Смотрите-ка, нет, я не могу поесть из мусорки. Эх, видимо, у нас кошка очень гордая и не собирается есть обо что непонятно где. Вот если бы какую-нибудь птицу поймать, это да, это хорошо. Либо какую-нибудь мышь, либо крота, либо ящерицу. Мужик? У тебя там случайно еды нет бесплатной? Нет? Просто сидит, смотрит, выпивает. Спать ложись, уже поздно! Какое выпивать? Осуждаем. Так, перепрыгиваем. Идем дальше. И все дальше и дальше оказываемся от нашего дома. Я уж даже не знаю, насколько далеко мы ушли. И как потом я буду возвращаться обратно. А сможет ли вообще Доун попасть к себе домой? Сможет ли бабушка понять, что у нее самозванка, а я настоящая кошка? Непонятно. Куда мы вообще бежим? Я вот, честно, не понимаю. Куда глаза глядят? Все-таки кошка гуляет сама по себе. Никто ей не указ. Сейчас ты напоминаешь мне обо всем, что я хотела оставить позади. В этом нет ничего нашего. Все твое. Мне нужно идти. Куда ты идешь? Подальше от тебя. Чего они ругаются? Лучше б кота покормили. Чем какую-то суету устраивать непонятную. Скандалы. Тут кошка голодная бегает. Какие скандалы? Опа. Запах. Неужто там есть бесхозная еда? Которую кто-то оставил или не доел? Вдруг это сосиска? Или колбаса? Или куриная ножка? А, Доун, сейчас мы с тобой покушаем. Что происходит? Это рай? Так, бассейн. Главное туда не нырять. Я все-таки кошка и не хочу плавать. Нет, конечно, есть коты, которые нормально относятся к воде, которые ее не боятся. И есть коты даже, которые любят купаться. Но это редкость. На самом деле. Так, лампа. Ну, бассейн. Через бассейн куда-то... Большие кошки считаются высшими хищниками в своих экосистемах. Но наступает время, Доун, когда дикой кошке удобно оставаться в... Как бы так сказать, в тени. Жесть! Так. Доун. А мы с тобой уверены, что это хорошая идея? Ёлы-палы. Я уверена, что он хороший мальчик. Но мы не хотим оставаться здесь, чтобы это выяснить. Так, да. Мы не хотим связываться с псом. Вообще, это не самая лучшая идея. Попытаться украсть еду у пса. А он не один. Тут овчарка и доберман. Ёлы-палы. А они меня не учуют? Они меня не учуют? Должны были учуять. Видимо, псы устали. Как-то вот так. Оставаясь в тени. Сейчас подходящее время для чихания. Просто в горле запершило. Но мы в порядке. Так, куда идти? Пёс уже здесь гуляет. Аккуратно. Ёлы-палы. Меня аж трясёт всего от ужаса. Если я допущу хотя бы одну ошибку, бедная кошечка будет... может пострадать. Давайте, псы. Хорошие мальчики. Уходите. Давай, Доун. Ты почти у цели. Но разве, когда я буду есть их еду, они не услышат? Если они не могут учуять, то они могут, наверное, услышать. И подходит ли собачий корм котам? Он же вроде немного отличается. Кошачий и собачий. Ну, котов он помельче. Я знаю, что это не кошачий корм. Но думаю, этого будет достаточно. Хотя, с другой стороны, если кошка проголодалась, я думаю, и собачий корм она слопает. Нормально. Без проблем. Опа. Кажется, нас заметили. Бежим! Ну, червячка заморили. Немножко перекусили. Это уже лучше, чем ничего. Так, а мы где? В подворотне опять какой-то. Ну, большое преимущество котов над собаками в том, что они более ловкие, шустрые, гибкие и так далее. О, нет! Ладно, хороший мальчик. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Не трогай меня. В сторону. Ну, кошки тоже быстро умеют бегать. Я бы на месте доуна сейчас запрыгнул бы куда-то, но не могу. Придется просто бежать. И псы не на шутку разозлились, если сломали забор. Олив, где ты? Прям вообще не на шутку. Ты мне нужна. И да, коты и собаки могут жить вместе. Спокойно, да, ну. Ой. У меня у родителей жил кот из собака. Простите меня за то, что я сделала что-то не так. Так, Олив, помоги мне. Но когда ты кошкой залазишь в чужой двор, а там собака чужая, то я думаю, что собака будет не в восторге. Если бы они вместе жили, то, думаю, собака бы не ругалась. Она до сих пор бежит за мной, и она не устала? А мы куда? В канализацию какую-то забегаем? Хотелось бы обернуться, посмотреть, что там в сторону. Ну всё, вроде бы удрали. Давай, прыгай. Нет. Прыжок. Нет, мимо. Паника. Есть. Есть. Ура. Прыгай. Обычно, когда была эта мини-игра, я... Оу. Я всегда нормально всё делал. Но только не сейчас. Видимо... О, пёсика придавило. Сникерс. Шоколадка. Ну... Ну я не могу пса бросить. Ну, с одной стороны, он пытался меня съесть. А с другой стороны... Ну, жалко ведь. Это ведь его природа. Он же не... Не со зла, я думаю. Пёс. Ну я же просто кушать хотел. Сейчас не время мешкать, Доун. Давай уходить. А. Всё-таки он выбрался, да? Ну вот, я доброе дело хотел сделать. Помочь псу. А он чем отплатил мне? Лаем. И агрессией. Злой пёс. Плохой мальчик. Аккуратно. Мы с тобой прибежали к двери. Олив. Впусти, мне страшно. Я же помог тебе. Неблагодарная ты псина. О, драка с псом. Пш-ш-ш. Пш-ш-ш. Пш-ш. я посмотрю кому он принадлежит иди спать мама ну и ночь олив яж под стулом забери меня домой тише малышка все в порядке собака ушла ты в безопасности замереть ты вся в грязи разве не ты та маленькая кошечка которая заходила к нам на днях я я сейчас вернусь милая ты покушать принесешь мне ну хоть что-то это уже лучше чем ничего но вообще было бы здорово олив если бы ты взяла меня к себе домой я бы лег бы где-нибудь на подушку уснул бы поел бы китик это и спал бы бегал бы во сне смотрел бы телевизор разносил бы дом твой как обычно вот это было бы здорово если ты думаешь что я не буду есть ты ошибаешься а это вода ну пить тоже нужно вода это тоже хорошо олив она еще и песни петь будет мне буду мурлыкать что такое милая ты можешь сказать мне мяукнуть мяукнуть ну давайте мяук ним ну я же твоя кошка бабушка ну неси сюда стейк ну хоть какая-то ласка бабуль ты же можешь содержать две кошки дома ну в конце концов опа еще одна кошка ты же можешь мы же могли бы жить дружно наверное мне пора возвращаться в постель я согласна последние дни были очень насыщенными давай ложиться спать олив я не могу взять тебя в дом дорогая у меня уже есть кошка прости ты сегодня много пережила так что береги себя блин я думал она уже и гали и дом так думала у нас почти впустили это ошибка мое место внутри олив не помнит кто ты дал он олив это правда это все просто дурной сон мне плакать хочется в такие моменты жалко кошечку так саня соберись ты же мужик плакать не нужно все будет хорошо дом найдет свое место под солнцем обязательно дом а гигантская мега тарелка просыпайся после нескольких дней отсутствия пищи дикая кошка должна поесть я конечно могу побегать во сне и половить пищу и возможно даже поем из этой миски но чувство насыщения это мне не даст все-таки это сон мне о мне нужна настоящая пища реальная чё не запрыгнул а как запрыгнуть то что происходит что с прыжками он запрыгнул ура чувствую что я упаду и не один раз и это будет плохо давай наверх надеюсь не упаду давай прыжок прыжок о нет о нет здесь я наверное не допрыгну прыжок аккуратно чуть в сторону не улетел куда дальше давай оба еще парочка тарелок и фух опасно было и все будет здорово мы почти у цели давай есть а может меня эта тарелка прямо сразу туда к миске отвезти нет последнее прыгай ура прыжок веры в еду а там нет еды это какой-то кошмар интересно котам снятся кошмары ну например там как за ними пёс гонится или что-то в этом духе олив той ночью в ванной зачем ты прижалась ко мне если собиралась меня бросить зачем ты притворялась моей семьей зачем ты притворялась что любишь меня я люблю тебя олив просто тогда я этого не знала я никогда никого не любила раньше так я ведь тогда прижалась и правда ну я не создана для дикой природы могу вернуться домой возьми меня домой олив что-то тут устроила бабуля самое настоящее безобразие давай заканчивать ерундой заниматься 16 июня 17 я уже блин почти целую неделю по улице шастаю кое-как выживая у меня раскраска такая стала я больше никогда не выйду из этого двора собаки внушают ужас ох вот ты где да хитрая рассказ красивый такой будто огненные давай пообщаемся так подкрасться большие кошки очень территориальные существа да он если ты хочешь вернуть свой дом тебе придется за него бороться откуда вообще эта кошка взялась и почему она похожа на меня не уж что это правда старая кошка хозяйки ты тебе конец не позволяй помыкать с тобой дом это твой дом это мое здесь все ну когда кошки злятся они выглядят страшновато да это ты смотрела на меня через окно ночью ты это спланировала простите мы здесь не употребляем таких выражений боже мой f w adi я выйду победителем из этой драки объяснись да он не волнует что ты была первой да он прекрати о нет что она делала бабуля подняла наконец-то что мы обе кошки бабуля ты вспомнила иди сюда малышка давай прокатимся пока мы не вернулась она меня в приют что ли везет куда ты собралась вести меня бабуля я думал она поняла что это доун старая а я доун новая и как бы она обоих приручила и об обоих должна заботиться теперь иначе что это такое получается взять из приют окошку поиграть с ней а потом сказать ну все как бы досвидос так не годится так нельзя или что она имела ввиду когда сказала что я наделала куда ты меня везешь ты же не собираешься вывести меня в лес и бросить там ты ведь не будешь так делать ты там в порядке дорогая это похоже на то как начиналось наше путешествие ты я в машине я так рада что ты понимаешь что все это было большой ошибкой что-то у меня плохое предчувствие дикая кошка наконец-то была принята с прайдом так я не понимаю что происходит машина остановилась мне страшно что ты задумала ты что сделала ты что меня в лес вывезла реально это что еще такое это кидалова это кидалова прости я знаю кто ты это была ошибка и усыновить вас обоих я не могу иметь двух кошек я не знаю как долго я буду рядом это место лучше для тебя никаких клеток меньше машин и собак здесь ты будешь в безопасности ты узнала меня на подожди олив куда ты не может такого быть извини милая возьми меня с собой я буду хорошей я буду лучшей домашней кошкой прости меня да он мне так жаль да что творится то ну вы чё ну и зачем делать игру где вот кошка остается на улице лучше вообще тогда не делали бы ничего в смысле просто кидалово я даю свое полное согласие на то чтобы моя приемная кошка стала частью моей жизни в дальнейшем я не могу за тобой угнаться олив вернись я согласна обращаться с этой кошкой гуманно с любовью и уважением эта кошка будет жить под моей крышей и иметь место которое будет называть домом хорошо что ж она ваша она нашла свою новую семью нашла ты же подписала документы где обещала заботиться олив ты с ума сошла что происходит ну вот что один посреди леса теперь под дождем и что мне делать я не дикая кошка я домашняя на этом друзья мы с вами остановимся надеюсь вам понравился видос большое спасибо за внимание за просмотр до новых встреч удачи пока и счастья вам берегите себя пока друзья я